Я помню те времена. Я не кадыровец, но в настоящее время, поехав в Грозный, я могу с ключами в зажигании оставить машину в любом месте и спокойно гулять. Тогда такого близко не было. Эй, эксперт по Чечне, у тебя в последнем видео фото там иудов и непокрытых девушек, исправьте, говорит. А это его наложницы. Они же не должны покрываться. Так что ничего страшного. По исламу очень важно, чтобы государство обеспечило безопасность граждан. В Ичкерии этого не было сделано, и люди отвернулись от Ичкерии. Это неправильная оценка, потому что Ичкерия до Первой войны, это один этап, и там была обеспечена безопасность. Война, во время войны, разумеется, мы не можем обеспечивать безопасность граждан. Их убивают, их убивает враг. Но даже в этой ситуации, как могли, пытались защищать. Далее, межвоенный период, это два-три года. Там просто не успели все это наладить. Плюс было очень серьезное противодействие от нашего врага. Очень странно, когда вы подобные требования выдвигаете. Вы посмотрите, этот же период, допустим, после Второй мировой войны, с 1945 по 1948, например, год, обеспечивалась ли безопасность в полном объеме в Германии, например? Была ли такая полностью разрушенная страна, проигравшая войну, а там обеспечивалась, как вы думаете, безопасность? Была ли это та Германия, которую вы знаете сегодня? Ну, конечно, нет. В моде требования, вот это завышенное требование к чеченцам, оно просто очень несправедливое. Я помню те времена, я не кадыровец, но в настоящее время, поехав в Грозный, я могу с ключами в зажигании оставить машину в любом месте и спокойно гулять. Тогда такого близко не было. Видишь, как времена меняются. Тогда ты не мог оставить ключи в зажигании, но мог пойти в мечеть, свободно послушать проповедь о Единобожии, мог совершить намаз в соответствии с Сунной, и тебе бы за это ничего не было. Ты мог бы даже поучаствовать в митинге против президента, против кого угодно, была свобода слова, мог приехать на телевидение, где говорили бы против власти, критиковали бы власть. Было такое время. Сейчас ты можешь приехать в республику, оставить ключи в зажигании, но вот все остальное, перечисленное мной, ты сделать не можешь. Ты никогда не услышишь проповедь о Единобожии ни в одной из мечетей. Ты не сможешь помолиться в этой мечети в соответствии с Сунной, так, как ты считаешь нужным, как ты для себя определил, изучил этот вопрос и решил, что вот так я буду молиться. Ты не можешь там, потому что в этой мечети будет чувак-надзиратель, который будет смотреть, как ты там пальцем двигаешь ты им или не двигаешь, руки как ты складываешь, ноги как ты ставишь. После намазочек, там, обряды вирдов и так далее, делаешь или ты не делаешь, сколько сантиметров у тебя там усы, сбрил ты их или там укоротил. Сейчас видишь, что так поменялись времена. Да, действительно, для кого-то важно, что он может оставить ключи в зажигании, а для кого-то важно, что он может не оставлять ключи, но при этом быть свободным в своих убеждениях и своих действиях. Тумсо, почему главные поборники норм шариата предпочитают жить подальше от него, в Москве, Польше, Германии, Швеции, Англии, но не в Афганистане? Насчет Афганистана, думаю, неправильно, все-таки поборники норм шариата в Афганистане как раз-таки живут в Афганистане, все эти 20 лет жили и боролись за то, чтобы жить в Афганистане, в итоге добились этого. И мы пожелаем им удачи. Что касается нас, это, я так понимаю, все-таки в наш огород был кинут камень, то мы поборники шариата, как ты нас называешь, мы не предпочитаем жить в Швеции, в Польше, в Москве или где бы то ни было, а мы предпочитаем жить у себя на родине в Чечне. И вот, когда нам не дают жить там у себя, мы вынуждены жить в Польше, в Германии, в Швеции, в Англии и других местах. Это вынужденная мера. А так мы бы предпочитали жить у себя на родине, если бы там не было сегодня вот этих преступных оккупационных войск и их прихвостней. Если бы их не было, мы бы с удовольствием жили бы у себя так, как мы хотим, сами бы у себя решали бы эти вопросы и никак никому бы в этом мире не мешали. А в Швецию, в Англию, в Польшу, в Германию, в другие страны, в том числе и в Москву, мы бы приезжали в качестве туристов, по делам, по работе. Вас бы встречали также у нас, в гости ждали у вас. Но, к сожалению, мы не имеем такой возможности. Томсо, чем ты занимаешься в свободное время? Магомед Саид Курбанов. Я не знаю. Наверное, я чем-то конкретным не занимаюсь. По ночам я провожу голосовые чаты в Телеграм, на своем Телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати, ссылка в описании, кто не в курсе, приходите. Там мы общаемся, спорим. Ну и в остальном отдыхаю, не знаю, где-то пью чай, кофе. Короче, все как обычно. Томсо, когда власть в РФ и Чечне падет, и ты сможешь свободно приехать на свою родину, возьмешь ли ты спрос с Ислама Кадырова, с которого и начался твой новый путь? Или ты уже не держишь зла на него? Нет, я держу на него зло и на всех остальных преступников из этой группировки. На них на всех держу зло. И все эти люди должны будут ответить по закону, иншаллах. Я стремлюсь к тому, чтобы они отвечали по закону, по нашему закону. Я очень хочу, чтобы они отвечали. Так что нет, конечно же, ни я, ни в целом наш народ им этого не простил. И не простит никогда. Томсо, возникает ли иногда зависть Кадырову? Человек все-таки мастер спорта по всем видам спорта, обладатель наивысшего образования, пилот вертолета и заслуженный сказочник РФ. Честно говоря, нет. Зависти не возникает. Томсо, ты был во всех республиках Кавказа. Какая республика тебе понравилась, кроме Чечни, а какая не понравилась? Нет, не во всех. Я никогда не был в Карачаево-Черкесии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тут. Ой, вот это не надо. Я не был в Карачаево-Черкесии. И все, наверное. В остальных республиках я был. В Адыгее был. Нагистан, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабабина, Балкария. Понятно. Ставропольский край, Казахстанский край. Да, в остальных был. Карачаево, Черкесии не было. Где мне понравилось? Да мне везде нравится. Абума Руфимский. Мы вводим в моду футболку своим мерчем. Будет твой силуэт лица, а сверху крупно будет написано Тумсо. Будем шить из качественной ткани. Представь реакцию кадыровцев, когда у русских ребят будут они популярны. Но реакция кадыровцев, то ладно. По поводу силуэта я не совсем понял. Если там будет изображение живого существа, то из меня, то есть живого, то это запретно. Такие вещи делать не надо. Если бы я делал даже мерч, я бы его сделал просто как... Помните, у меня была такая тема с логотипом канала. Я бы сделал что-то такое. Субтитры сделал DimaTorzok